Весна только вот наступила, кажется уже скоро наступит и лето, да, совсем мало времени у нас осталось для того, чтобы пересесть на велосипеды и мы, конечно, поспешили поговорить о том, где можно взять велосипеды, как на них кататься и пригласили в нашу утреннюю студию Сергея Торопова, который является со-основателем и техническим консультантом сети велопроката Mobius Bike, а работающий под торговой маркой Сикста, доброе утро. Доброе утро. Ну, прокат велосипедов у нас открылся в прошлом году в октябре, как раз накануне первого снегопада. Это все было сделано только для того, чтобы у Таллина появился новый козырь в борьбе за титул зеленой столицы Европы 2019 года, да? Здесь есть две части, скажем так. Первая – это что касается города Таллина, вторая – что касается нас как бизнеса. Значит, ну, что касается города Таллина, да, действительно, это проект, они инициировали именно в рамках зеленой столицы. Что касается нас как бизнеса, ну, наверное, никто не учится плавать сразу посреди океана. Поэтому мы в конце сезона выставили эти велосипеды для того, чтобы провести тестовый период. Ну, то есть зимой они просто простояли? Да, это был усложненный тестовый период. Ну, с октября до января у нас около тысячи пользователей. Все-таки тысячи пользователей нашлись. Поэтому я считаю, что тесты прошли хорошо, и мы готовы. Каким образом можно брать на прокат вот этот велосипед? Ну что, давайте приступим к практической части, потому что я вот сам видел эти велосипеды на стоянках в городе, но не осмеливался подойти, что называется. Все достаточно просто. Нужно приложение для мобильного телефона установить себе. Оно бесплатное, надеемся. Да, оно, конечно, бесплатное. Оно называется как-то? Оно называется NextBike. Это сеть велосипедов. Вот здесь написано на багажнике. Да, да. NextBike Rackendos. Да. Дальше, что тут за сайт? А, или сайт это просто и телефон для информации данный? Можно на сайте зарегистрироваться, можно по телефону, можно через приложение. Через приложение проще всего. А самое интересное, что это за дисплей, который, судя по всему, работает? Да, это бортовой компьютер, который как раз и управляет всем велосипедом. То есть можно без рук ехать на нем? Нужно ввести какой-то код? Да, да. Какой? Конкретно на этот велосипед сейчас 69, 43. 69, 43. И что это дает? О, неправильно, подождите. Что такое? 69. 69, 43. Окей. Ага. И что-то там щелкнуло. А, замок. Да, это электронный замок сработал, соответственно, он разблокировался. Откуда узнают этот код? То есть он у меня в приложении будет? Да, в самом приложении, значит, вот он. Давайте покажем, как выглядит это приложение. У каждого пользователя свой уникальный, соответственно. Конечно. На каждый велосипед. Да. Номер велосипеда указан на раме, указан на багажнике, ну, то есть нет возможности ошибиться. А оплата как происходит потом? Оплата при регистрации, вы указываете банковскую карту свою, в приложение ее вводите и, соответственно, автоматически списывается. Сколько стоит? Червые полчаса бесплатно. В последующем это 1 евро в час, но не дороже 10 евро в сутки. А если, скажем, мы катаемся на этом велосипеде и он сломался, какая-то поломка, каким образом нам нужно действовать? То есть можно ли самому что-то пытаться починить и понесем ли мы какую-то дополнительную ответственность и так далее? А, починить самому не получится, потому что здесь использованы уникальные детали, которые не подходят к другим велосипедам для того, чтобы избежать воровства и... То есть их невыгодно воровать и продавать на запчасти? Нет никакого смысла. Учитывая, что у этого велосипеда есть замок, мы знаем код, получается, можно его припарковать где угодно, правильно? По большому счету, да, вы можете поставить его, скажем так, в режим паузы около кафе или где-то в другом месте, где вам нужно, и пойти, значит, по своим делам. Давайте посмотрим карту, где эти парковки расположены, где можно взять на прокат велосипед. В данный момент, по-моему, 15 различных точек у вас имеется в Таллине. В основном в центре города, но есть и, вот мы видим, на Пиритате у вас там пункты проката. Если мы берем велосипед в центре города, хотим вернуть его уже на Пиритате, можем ли мы это сделать? Да, конечно. Вы можете вернуть в любой точке проката, где вы можете взять, там же, в смысле, в любой другой точке можете вернуть или в той же самой. Получается, если я проехал меньше, чем полчаса, я вообще ничего не плачу? Получается. Я могу вот так вот, скажем, сэкономить с одного велосипеда на другой переставлять? Это полчаса все-таки в день. А велосипеды регулируются, да? Они с индивидуальными настройками? А не детям подойдут? Маленьким женщинам? Детям не уверен, маленьким женщинам вполне. А можно ли катать кого-то на багажнике или вот здесь вот спереди? Я обратил внимание, на такое место, которое вполне для ребенка как бы подошло. Нет. Просто по требованиям безопасности этого делать не надо. Расскажите вообще о требованиях подробнее. Какие требования предъявляются к человеку, который берет на прокат велосипед? Что ему можно, чего нельзя делать? Мы выдвигаем требования, чтобы этот человек был старше 18 лет. А как вы это проверите? Скажем так, это отдается на откуп этому человеку. То есть, грубо говоря, мы не несем ответственность за то, что... Так, 18 лет. Что еще? Ребенка сюда Титову не разрешат сажать. Это уже мы выяснили. На багажник тоже. На багажник тоже никого нельзя брать, да? Собираетесь ли вы в ближайшем будущем расширить сеть проката велосипедов и на другие города тоже? На другие города все будет зависеть исключительно от финансовой, скажем, части. Это нужно прорабатывать. Есть предложение от Тарту. Насколько большой у вас парк велосипедов? Хватит ли всех велосипедов на желающих? На данный момент 100 велосипедов у нас в городе, а мы планируем расширение до 300 велосипедов. А пользуются все-таки туристы больше велосипедами или местные горожане? Ну, примерно 50 на 50. Ну что ж, мы благодарим сооснователя компании Mobius Bike Сергея Торопова, который рассказал нам о том, как действует прокат велосипедов в Таллине. Я поехал в гостиную, где нас уже... Тебя ждет Анна Сопроненко. Нас уже ждет Анна Сопроненко. Она расскажет, почему передача «Твой вечер» сегодня выходит из Нарвского торгового центра. Я бы мог прокатить и Лену на велосипеде, но Сергей сказал, что... Запретили. А так на этом велосипеде никого нельзя. Пока, Андрей. Спасибо огромное Сергею Торопову, который познакомил нас с прокатом велосипедов. И буквально через несколько минут мы действительно будем в гостиной и встретим Анну Сопроненко. Редактор субтитров А.Семкин